Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Обидь проклятых. Молодой медицинский работник Эдвард устраивается работать в психиатрическую лечебницу. Вскоре становится известно об исчезновении одного из лечащих врачей психушки. Эдвард обнаруживает, что его похитили пациенты больницы, а вскоре и вся психушка оказывается захвачена ими. Батья Гримм. 2005 года. Давным-давно жили-были два брата-авантюриста Уилл и Якоб Гримм, которые впоследствии стали знаменитыми сказочниками. Но до этого они путешествовали по деревушкам, занимаясь собиранием фольклора и прогоняя нечисть за деньги. Приезжали в деревню, убеждали жителей, что на них мельнице поселилась ведьма, а потом за вознаграждение успешно изгоняли ее. В следующем селе это был тролль под мостом и так далее. Но однажды слава об экзорцистах дошла до наполеоновских властей, которые приказали братьям расследовать серию загадочных исчезновений юных девушек в лесу на границе Франции и Германии. Тут-то наши герои и сталкиваются нос к носу с настоящей нечистью, злой колдуньей. Уиллу и Якобу предстоит проявить все свои незаурядные способности, ведь в случае неудачи горе детективов ждет гильотина. Ворон, 2011 года, рассказ о последних днях жизни Эдгарда Алана По. Знаменитый поэт преследует серийного убийцу, чьи преступления очень похожи на те, что описано в его произведении. Парни со стволами. Реальная история о приятелях-планокурах из Майами, умудрившихся выбить в Пентагоне контракт на 300 миллионов долларов на поставку оружия. И ада. Девятая врата, 1999 года. Дин Корсо, один из лучших специалистов по поиску, оценке и скупке раритетных изданий, принимает от владельца крупнейшей в мире библиотеки оккультных книг необычный, но крайне выгодный заказ определить подлинность свинца собрания фолианта 17 века под названием «Девять врат в царство призраков», с помощью которого, по преданию, можно вызвать самого Люцифера. Ему предстоит полная опасность и тайн путешествия по Европе. Но только тогда, когда на пути к разгадке тайн Девятых врат начинают попадаться трупы тех, с кем Дин Корсо встречался совсем недавно, ему открывается зловещая правда. Он понимает, что в этой дьявольской игре на кон поставлена не только жизнь его, но и душа. Женщина в черном. На дворе конец 19 века, но хотя люди пользуются автомобилями, железными дорогами и телеграфом, человек по-прежнему бессилен перед проявлениями сверхъестественного. Молодой лондонский юрист Артур Кипс вынужден оставить своего 4-летнего сына и отправиться в командировку в уединенную северную деревушку, чтобы составить реестр документов, оставшихся от скончавшегося хозяина поместья Ил Марш. Добравшись до места и пообщавшись с негостеприимными местными жителями, он начинает понимать, что над девушкой нависла тень мрачной тайны. Когда же рядом со старым кладбищем ему на глаза попадает загадочная женщина, одетая в черное. Этому значительное происшествие знаменует начало череды леденящих кровь смертей в семьях обитателей деревни. Видок. Париж 19 века охвачен паникой. В его череве завелся серийный убийца, которого может вычислить только гениальный сыщик Видок, реальный исторический персонаж, не знающий удержу. Особенно в исполнении громоподобного депардия, ни в своих перевоплощениях, ни в дьявольской интуиции. Он мчится по следу загадочного алхимика, в волшебной декорации города, который разрывает вспышки молний, потайные двери, одуряющие наркотическим безумием, в хитроумную лабораторию, где кружится голова. Ты не тот, где он парикмахер с Флит-стрит, 2007 года. Когда-то в Лондоне жил молодой и наивный братобрей Бенджамин Баркер. Он был женат на прелестной женщине по имени Люси, которая родила ему такую же прелестную дочку. На его беду, прелесть его жены также оценил состолюбивый судья Терпин и отправил Бенджамина Баркера на пожизненную каторгу, чтобы без помеха владеть его женой. 15 лет спустя, Баркер бежал с каторги, под именем Суинни Тодда, добрался до Лондона и не нашел у себя дома ни жены, ни дочери. Каинственный лес, 2004 года. Пенсильвания, жители деревни Ковингтон, верят, что в местном лесу обитают мифические существа и никогда не входят в лес и не покидают свои деревни. Но однажды любознательный и своевольный Люси Хант, уставший жить в полной изоляции от внешнего мира, решает нарушить табу и выходит за пределы деревни. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!